Приветствую всех домашних пекарей. Сегодня у меня необычный и непривычный формат видео. Сегодня я не буду вам показывать новый рецепт, хотя я его приготовила. И сегодня я даже не приглашаю вас на кухню, потому что сегодня хочу поделиться другой информацией. Я расскажу вам о том, как быстро можно приготовить хлеб. Опишу несколько рецептов на словах и эти же рецепты будут в описании под видео в подробном текстовом формате. Просто нет времени все это записывать, показывать и решила вам просто рассказать. Информация будет актуальна для тех, у кого могут быть сейчас проблемы с поставками продовольствия, у кого нет хлеба в магазинах, чтобы быстро приготовить самим. Я думаю, все понимают, о чем идет речь. Итак, давайте рассмотрим несколько вариантов. Я эти рецепты уже опубликовала у себя в Инстаграме. Наверное, многие их видели. Но сейчас я хочу на аудиторию YouTube это тоже рассказать. Первый вариант, самый простой, это пышки на простокваши и на соде. Наверняка многие из вас их знают, многие пекли. Я просто напоминаю. Мы берем стакан простокваши, добавляем туда немного соли, щепотка, либо чайная ложка. Добавляем чуть-чуть сахара. Но здесь по вкусу можно столовую ложку. Одну чайную ложку соты, одно яйцо, яйцо не обязательно, можете делать без него. Немного растительного масла, столовую ложку хватит. И пшеничной муки добавляйте по густоте теста, где-то 350, возможно 400 грамм. Может быть меньше по влагоемкости муки, тесто должно быть мягким. Все это смешали, сделали колобок и накройте его какой-нибудь миской, оставьте минут на 15, чтобы тесто соединилось. После этого можете снова чуть-чуть подмесить, делите на части любого размера. Это могут быть части как оладушки, либо части размером со сковороду, потому что печь мы будем на сковороде. Смазываем сковороду подсолнечным маслом и печем их на сковороде. Это самый быстрый и простой вариант. В течение часа даже меньше вы с ним управитесь. Следующий вариант это ржанно-пшеничный хлеб, более нам такой привычный, более похожий на хлеб. Общий принцип для ржанно-пшеничного хлеба состоит в том, чтобы сбродить, если на закваске, в том, чтобы сбродить большое количество муки в опаре. И затем уже эту опару использовать как основу теста. Так вот, если у вас есть закваска ржанная, вы берете закваску и кормите ее в увеличенном объеме. Таким образом получается опару. Берете 100 граммов закваски ржаной, 100% влажности, добавляете 200 граммов ржаной муки и 200 граммов воды. Делайте это вечером, чтобы к утру вся эта масса, которая в дальнейшем будет опарой, подошла. Получаете 500 граммов. Для одного хлеба достаточно 320 граммов закваски. Остаток вы оставляете для дальнейшего разведения. Кормите, продолжаете и для следующего хлеба используйте. Берете 320 граммов этой опары. Добавляете 160 граммов ржаной муки и 185 пшеничной. 200 граммов воды, 10 граммов соли, 20 граммов сахара. И замешиваете тесто. Сразу, как только вы его замесили, как только оно стало однородным, укладываете его в форму и даете ему подойти. Подъем мы фиксируем по наличию пор на поверхности ржаного пшеничного теста. Как только появились продыхи, дырочки, значит тесто расстоялось, его можно выпекать. Выпекаем первые минуты 3 на максимальной температуре вашей духовки, которая она способна дать. Подаем пар снизу, ставим миску с кипятком. Через 3 минуты миску убираем, температуру снижаем до 200 и допекаем до готовности. Это примерно еще минут 45. Следующий вариант. Если у вас нет закваски, у вас есть дрочи. Для того, чтобы получить хорошего качества хлеб, мы добавляем в тесто какой-то кисломолочный продукт. Это может быть кефир, простокваша, кислое молоко, любой кисломолочный жидкий продукт. Не сметан. Смешиваем сразу 380 граммов ржаной муки, 120 граммов пшеничной муки, 150 граммов кефира или кислого молока, 200 граммов воды, 7 граммов прессованных дрожжей или 7 граммов прессованных, можно заменить на 2 грамма сухих. Добавляем 8-10 граммов соли и 20 граммов сахара. Все это замешиваем хорошенечко, также укладываем сразу в форму и оставляем на расстойку. И в первом и во втором этом случае расстойка в тепле порядка 28-30 градусов. Растаиваем также до появления продыха в дырочек на поверхности. Как только поры появились, можно печь на том же самом режиме, о котором я уже рассказала. Три минуты на максимальной температуре, подаем пар из миски с кипятком и потом снижаем температуру до 200 и допекаем еще 40-45 минут. Пшеничный хлеб. В пшеничном хлебе также рассмотрим два варианта на закваске и на дрожжах. Если у вас есть закваска, то вы можете использовать ее в качестве опары, это ускоряет процесс. Сейчас мы не говорим о каком-то великолепном качестве хлеба, мы говорим о том, как сократить время. Мы берем закваску и кормим ее с вечера в сильно увеличенном объеме. Например, 100 граммов закваски 100% влажности, кормим плюс 300 граммов муки, плюс 300 граммов воды. Получаем 700 грамм закваски. Замешиваем ее и оставляем на ночь. Лучше в не очень прохладном помещении, где-нибудь градуса 23, чтобы было, чтобы она успела освоить этот объем кормления до утра. От этих 700 грамм берем 500 в замес, 200 у нас остается в запасе. К 500 граммам закваски добавляем 350 граммов пшеничной муки, 150 граммов воды, 12 граммов соли, столовую горьку сахара. Все замешиваем и оставляем на 1 час. При, опять же, не очень прохладной температуре, градусов 23-25, чтобы быстрее активировалось брожение. Далее сформовываем хлеб любым способом, который вам нравится. Можете сделать подовый, можете поделить на какие-то части, можете сделать формовой, если у вас есть форма. И оставляем его расстаиваться примерно на час-полтора-два, пока он не увеличится в объеме в полтора-два раза. Как только он вырос, отправляем его в духовку выпекаться. Режим обычный. Вначале подаем пар, если есть такая возможность, 10-15 минут. И температура выпечки 10-15 минут при 240-250. Потом снижаем температуру до 210 и убираем пар, допекаем еще примерно 15-25 минут, в зависимости от размера вашего хлеба. И последний вариант, это пшеничный хлеб на дрожжах, если вы не печете на заквасках, но дрожжи у вас есть, то уберем дрожжи. 7 граммов прессованных, либо 2 грамма сухих. Первое, что нужно сделать, активировать эти дрожжи. Для активации добавляем к дрожжам 50 граммов муки, 50 граммов воды и пару чайных ложек сахара. Оставляем минут на 15-20, чтобы все это запенилось. Как только запенилось, можно замешивать. Ну и естественно дрожжи мы активируем в тепле. Берем активированные дрожжи, добавляем 550 граммов муки, 350 граммов воды, 12 граммов соли, столовую ложку сахара. Замешиваем и оставляем подходить примерно на полтора часа. После этого хлеб нужно сформовать, опять же любым способом, который вам нравится, будь то формовой, будь то подовый и оставляем на растойку. Ростойка дрожжевого хлеба занимает около 40 минут, 40-45. Опять же в тепле. Выпекаем на том же режиме, что и хлеб на закваске. Первые минут 15 с паром при температуре 240-250, затем пар убираем, снижаем температуру до 210. И допекаем еще 15-20 минут. Ну это все, что я хотела вам рассказать на сегодня. Пишите свои вопросы и комментарии. Ставьте лайки. Я надеюсь мы с вами будем встречаться и дальше, в понедельник и четверг на площадке YouTube. Всем счастливо!